Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы начали долгий разговор на тему силы, слабости, конфликта, насилия, агрессии и противления этим явлениям падшего мира. Тем более сейчас Великий пост, мы каждый пост стремимся нечто в себе преодолеть и вырасти в какую-то большую меру, чем мы в этот пост входили. В прошлый раз мы поговорили о том, почему Христос так слаб на кресте, почему Христос такую слабость, ну слабость в кавычках, являет при суде над ним, при том, когда с него спрашивают. Он как будто бы вот в этом молчании проявляет какую-то невероятную слабость. Отсюда, конечно же, для православного христианина всегда вопрос, как мне-то подражать тебе, Господи. Вот мне тоже нужно молчать, когда меня судят. Мне тоже нужно, скажем, отступить в сторону, когда я вижу, например, насилие кого-то над кем-то. И вот это вот моя молитва, например, когда сейчас часто произносят «надо молиться», как некий совет при любой ситуации. Эта молитва не есть уход от конкретного действия, от конкретного решения. Здесь вообще не проявление или слабости. Очень часто приходится это слышать. И вот ради того, чтобы хоть как-то разъяснить все эти ситуации, мы, собственно, решили проговорить, проговорить тему насилия и противления ему, о том, как христианин, насилию своему личному ли, домашнему, локальному, насилию во дворе, в доме, в доме, в своем городе, где это должен реагировать, какова должна быть его сущностная важная позиция, как мы можем подражать Христу, по слову апостола Павла. Сегодня мы в студии продолжаем этот разговор с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в прошлый раз так интересно закончили на теме текста и как вообще можем мы на него опереться, когда в этом тексте, в одном и том же тексте, могут быть столь противоречивые повеления, заповеди, вот, когда с одной стороны, вроде бы, ну вот мы в прошлый раз об этом поговорили, один и тот же Господь дает заповедь «Не убей», и этот же самый Господь, например, дает повеление идти и там захватывать, например, землю обетованную. Когда мы знаем, Христос говорит фразу «Ударившему тебя по правой щеке подставь левую», но этот же самый Христос в конце, когда его судят и когда некий слуга раздирает на себе одежды и ударяет его по щеке, он не подставляет другую, но адресует вопрос. Если я что злое сказал, свидетельствую о зле, а если доброе, то зачем, почему, по какой причине бьешь меня? Тоже какое-то сопротивление оказывает. Да, то есть вот, и когда мы видим в одном и том же тексте, причем иногда буквально через несколько страниц, столкновение двух разных позиций, мы находимся в некотором недоумении, как эти парадоксы нам разрешить. Вот сегодня мне бы хотелось начать разговор конкретно с вашего мнения. Мы, опять же, завершая прошлую встречу, поговорили о концепте силы. И вот у меня вопрос к вам, старого доброго персонажа фильма «Брат». В чем сила, брат? В чем сила? Лично для отца Николая. В чем сила православного христианина? Сила Божия, как мы определились, в нашей немощи. А наша сила в чем? Ну, здесь такой вопрос, который... Ну, как вы его для себя просто разрешаете. Я имею в виду, что, да, вот, когда мы там, сила православного христианина, значит, если мы предположим, что это есть действительно какая-то конкретная сила православного христианина, значит, сила мусульманина будет другая. Нет, я считаю, что, ну, знаете, вот, по поводу правой и левой щеки, да, и одновременно вот как сопротивление некое такое эмоциональное, психологическое, именно вот этому какому-то глупому насилию именно на суде. Все-таки это немного разные фрагменты, да. Вот эта фраза про «подставь щеку» — это Нагорная проповедь, это Евангелие Матфея, пятая, шестая глава. И есть такая тенденция в экзегезе новозаветной, в объяснении этого фрагмента, что здесь дается подрыв законнического основания веры. То есть, как бы, Христос, как раввин, как учитель, он должен аспекты своей веры предоставить широкому кругу интересующихся, слушающих. И, как бы, такой незримый диалог. Моя вера в отношениях, моя вера не в предписаниях закона. А люди, как бы, говорят, а мы не можем без предписаний закона. Мы не можем без конкретных рубрик, как правильно. И тогда, как такой апофеоз закона, вот эта Нагорная проповедь. То есть, попытка говорить о любви, об отношениях, но в категориями закона, доведенная до абсурда, по сути. Ведь о чем Нагорная проповедь? Если тебя там глаз соблазняет, выколи его. Второй глаз соблазняет, выколи. То есть, никто из нас, мы с вами сидим, двумя глазами друг на друга смотрим, и большинство из наших прихожан тоже. Никто из нас не воспринимает это как заповедь. Именно как заповедь. То есть, если у тебя, мы говорили, заповедь – это как некий договор. Если у тебя трудовой договор, по которому ты должен выколоть себе глаз, так будь добр, выколи его, а иначе не ходи на эту работу. Ты же знаешь, что ты подписываешь. Никто, и ни один из святых отцов нет экзегезы дословного понимания этого. То есть, Иисус в тяжелой ситуации. Мы говорили на прошлой программе, что это попытка вообще сменить дискурс разговора о Боге и уйти от дискурса власти, вертикали власти, в горизонтальный уровень. И здесь, ну, это очень сложно. И до сих пор это сложно. До сих пор мы в Ветхом Завете, по большому счету, в своем сознании, в своем восприятии Бога. Мы склонны его сажать над собой, и чем выше, тем лучше. И мне кажется, это просто гениально, вот то, что Евангелие это сохранило. Просто мы так никогда не смотрели на этот текст. Я эту концепцию отца Вячеслава Рубского позаимствовал. Он об этом в своем докладе несколько раз вспоминал. Что, смотрите, если мы возьмем это, то есть как заповеди мы не можем это рассматривать, но мы можем рассматривать этот текст Христа, эту мысль Христа, как подрыв закона. Когда он берет законнические рубрики, говорит, хорошо, я на них буду основывать. Сказанные прелюбодействуют. Я говорю, если посмотрел, то уже прелюбодействовал. Сказанные убей. Я говорю, если гневался, то уже убил. То есть, по сути, выбиваются все столбы. Да, даются новые, как бы, святые отцы многие толковали, что, видите, это еще хлеще заповеди, чем ветхозаветные. Тут вообще их невозможно, как бы. Но все упирается в то, что это невозможно соблюдать. И как бы мы берем вот ветхозаветную установку, да, на соблюдение заповеди, на соблюдение договора. И Иисус берет ее и выкручивает просто на такой максимум, где это уже даже никак. То есть, идеалом такого человека, который соблюдает в итоге по Евангелию, получается человек без рук, без ног и без глаз. Хочется добавить еще, только осталось язык отрезать, потому что проклятие, где-то можно сыпать. Но, а что у тебя в голове будет при этом, это уже вроде... Но формально ты будешь все выполнять, что Бог повелел. То есть, ты не будешь смотреть на женщин с вожделением, ты не будешь ничего красть, твоя нога тебя не соблазнит, она не потянет тебя к греху. Соответственно, если тебе кто-то смилостивится и отрежет тебе язык, то язык ты тоже не сможешь проклять Бог. То есть, идеалом вот такого евангельского в кавычках соблюдения заповедей становится обрубок, не способный ни к каким вообще действиям, ни к какому творчеству, ни к какому более-менее продолжению тут такому человеческому жизни. Хорошо, а тогда как понять эту фразу? Да, и получается, что... Или мы берем и говорим, нет, это все-таки идеал, мы должны к этому стремиться. Да, ты не можешь выколоть глаз, но воспринимай это духовно, как будто кто-то тебе сейчас глаз выколет. Только смотри на эту женщину, не заглядывайся. Вот, это одна из установок, такая традиционная, да, или вот попытка рассмотреть эту именно Нагорную проповедь как подрыв вот именно дискурса власти. То есть, когда мы берем, да, мы же люди, у нас у всех вот эта религиозность, как бы она общая, мы не можем без правил, без столбов, без заповедей, как это так? Но выкручивая на максимум, как бы мы попадаем вот в этот абсурдный какую-то область, где мы можем понять, что так оно не работает. Ну, не можем мы здесь вот так. Да, я не выколю себе глаз, если вдруг, не дай бог, я на кого-то с вожделением посмотрю, да, я пойду покаюсь в этом. Но я не могу эти слова воспринимать именно как заповедь. И тогда, если это не заповедь, да, тогда для меня это такая палочка-выручалочка, то, как мы говорили, Бог тебе подсаживается, или, может быть, приподнимает тебя чуть-чуть над землей, и говорит, посмотри на это немножко с другой стороны. Посмотри на то, что, в принципе, мне от тебя ничего не нужно. То есть мне не нужно, чтобы ты что-то выполнял, чтобы я тебя полюбил. Вот у меня, в моей семье, как и в любой, может, другой советской, такой нормальной или ненормальной, была такая пословица. «Сделай, а то любить не буду». «Слушайся меня, а то любить не буду». Я так думаю, что мои родители, они этот штамп тоже унаследовали от своих. Но вот это какая-то такая общечеловеческая, общерелигиозная посылка, она и по отношению к Богу. «Сделай что-нибудь, а то он тебя любить не будет». И теперь вот в 21 веке, может быть, появилась у нас возможность, как у людей, да, приблизиться к пониманию тайной любви Божьей, и что он не то, что будет или не будет, он любит тебя, независимо от того, что бы ты ни делал. То есть вот это безусловное принятие Бога нас, мне кажется, это должно быть фундаментом дальнейших наших шагов в вере. Это прекрасно. Я все-таки хотел бы немножечко ближе к теме, которую мы вот обозначили как главную, да. А, ну вот про щелку, да. Да, человек просто задается вопросом, а как мне не впустить злобу в свое сердце? Вот. И как будто бы он видит в этом повелении, ударив, вернее, подставив щеку тому, кто тебя ударил, он видит как будто бы решение этой задачи, что я становлюсь добрее. Если я поступаю, как говорит Христос. Да. Я не противлюсь тогда таким образом злу, я его не впускаю в себя, я не побеждаю зло злом, я смирен. Ну, на эту позицию есть хорошая такая шуточная, как бы, шуточный такой ответ, что нет никого там, да, более агрессивного, чем пацифист, который защищает свою точку зрения, да. Может даже ударить, если ты с ним не согласишься. То есть тут мы на узкий такой скользкий путь становимся, потому что мы себя, скорее всего, обманем. Я впущу свою злобу в свое сердце, я затаю обиду как минимум на этого человека, который причиняет мне боль. И здесь, смотрите, какая точка зрения. Как я рассматриваю, да, вот если мы вернемся, вот так Христос говорит, подставь другую щеку, да. Для меня это просто невероятная такая тоже, вот как бы, это как новое измерение. Вот есть у нас три пространственных измерения, да, плюс время. Говорят, если мы сможем оперировать четвертым измерением, например, значит, врачи смогут проводить операцию на сердце без разрезания грудной клетки. Ну, так же, как в плоский круг мы можем войти, не нарушая границы этого плоского круга. Так же и в объемное тело мы сможем войти через четвертое измерение, не нарушая этих трех. И сердце будет там полечено и здорово, и все, да. И вот смотрите, на эту ситуацию тебя ударили по щеке. Ну, есть толкование, что по правой бьют левый, значит, это вроде не вот такое какое-то смертельное оскорбление, да. Но это все попытки как бы опять приладить эту ситуацию, в которую нас погружает Бог, к нашим реалиям. Да, вот упало там колесо на племя Тумбу-Лумбу, и они сделали из него там идола или еще что-то сделали, ну, или как-то там приладили. Ну, а какую изначально оно функцию выполняло, что оно там в шасси было, например, да, самолета? Это они не смогут сделать самолет и сделать ему шасси. Вот и также для меня вот эти слова Христа – это что-то упавшее с неба, которое мы попытались приладить там, да, вот это значит тот и тот, может быть и так, да. Но для меня это четвертое измерение. То есть, как реагирует животное на удар по щеке, по любой щеке? Вот представим, что в нашей студии горилла сидит, достаточно внушительных размеров, да, они там в холке могут быть больше двух метров, в принципе, достигать, да. То есть, это мощное животное, да. Мы подошли и ударили гориллу по левой щеке, по правой, по какой угодно. То есть, какая будет ее реакция? Она оценит наше физическое состояние, даже если нас двое, и через какое-то мгновение нас уже, возможно, и не будет. То есть, пару ударов, и мы будем с переломными, с пилами, а может быть, она еще у нас выбросит из окна. Или если это будет большая горилла, там, альфа-самец по сравнению с этим, и если он ударит эту обезьянку поменьше, она просто убежит. Или замрет от страха, что, как бы, упадет, там, как собаки, например, когда есть какая-то ситуация, там, спорных территорий, и если собака маленькая понимает, что ей шансов нет, она может лечь на спину и поднять лапы. Это означает, как бы, ситуацию сдачи, да, не будет войны. Мертва-мертва. Да, да. Вот есть, как бы, несколько животных, таких, стратегий поведения при агрессии извне. И что говорит Христос? Поставь другую. То есть, он дает новую стратегию поведения, в которой в животном мире ее нет. Нет такой стратегии поведения. Не просто лапки, ты останься в позиции личности, останься в позиции достоинства, не падай лапками вверх, но при этом не убегай и не отвечай на удар ударом. То есть, это просто нарушение. И для меня это евангельский фрагмент, это вот дверь в четвертое измерение, в которую я, к сожалению, не могу войти. Которую нет. Я не могу войти в него. Тогда следующий вопрос, естественно, вытекает. Но могу стремиться? Понятно, что стремиться мы... Это тоже, знаете, это красивая история про то, что попробуйте взять эту ручку. Ты либо ее берешь, либо не берешь, а попробовать это красивая история. Я наблюдаю ручку. Ну, наблюдаю ручку, но не беру. Я восхищаюсь. Но не пробую взять. Я не пробую. Нет. Вот если я кладу ручку, говорю, попробуйте взять. Я могу либо взять, либо не взять, могу подергать ее. Здесь вы правильно подметили. И для меня, для себя, самого, я этот вопрос до конца пока не закрыл. То есть, если раньше, я считал, что это тоже такое повеление. Я считаю это заповедью. Вот делай, как я. Бог мне показал, как можно делать и нужно делать. Но сейчас я считаю, что эта позиция достаточно неуравновешенная и незревая. Именно так считать. Опять здесь дискурс власти, дискурс насилия. Я должен вот что-то в себе так перекроить. При этом растет понимание, что никак я никак не могу перекроить. Вот все вот эти животные механизмы, которые действуют внутри меня, они древнее меня, они мощнее меня. И они на животном уровне принимают решение иногда за меня. То есть, мне понравилась, знаете, точка зрения тоже отца Вячеслава Рубского, когда он говорит, если друг оказался вдруг, если он тебя держал, не бросил, значит, это хороший человек. А вот если, значит, редиска там испугался, убежал, значит, плохой. Но на самом деле, если так разобраться, ни о чем это не говорит. То есть, эта ситуация, какая-то критическая, она говорит о животных реакциях в человеке. То есть, если у него животная реакция победила остаться, значит, у него преобладает вот там, да, какая-то вот это животное. Это как о человеке ничего. Потому что в этот момент кортекс, неокортекс не будет принимать никаких решений. Он вообще отключен. Это ситуация стресса. Для наших зрителей надо пояснять, что такое кортекс. Ну, это молодая кора головного мозга, да, то, что нас отличает в большей степени от животного мира, да. То есть, молодой мозг, так называемый. Потому что в нашей голове есть еще слои там старого, древнего мозга, которые от лягушечего мало чем отличаются. И именно в стрессовой ситуации из-за глушения гормонов там и вообще работают они, древние слои. То есть, не я как личность, как божественный образ, а я как обезьяна, я как животное, я реагирую. А обо мне как отчейка это... То есть, он убежал там, да, но он вспомнил, что у него трое детей, и если он так будет висеть, то, возможно, они останутся без отца. То есть, можем ли мы его за это судить? Я думаю, нет. А тот, который, ну, у него была, например, позиция, что жизнь мне не мила, что воля, что неволя. Поэтому, что он будет держать, упадет, не упадет, ему все равно. И поэтому он остался. Ну, например, то есть, мы можем для себя, я могу объяснить обе позиции. Я не буду делать из этого вывод, что кто-то лучше, кто-то хуже. Тогда вот вопрос вроде бы о том же самом, но с другого, что называется, боку. Добро должно быть с кулаками? Ну, это тоже такой лозунг, да? Должно или не должно? Хорошо. Я думаю, может ли оно быть или может... В принципе, да, то есть, мы можем говорить о том, в ситуации критической. Свободен ли я в своем выборе или нет? Сейчас много нейробиологов современных, которые социальную психологию изучают, который тот же Сопольский, например, такой... Роберт Сопольский. Да, Роберт Сопольский такой... Стэнфордский профессор. Профессор, атеист последовательный, который на судах доказывает, что у этого человека выбора не было. У него там какая-то структура мозга, например, повреждена или еще что-то. И на самом деле, а может быть, так оно и есть. То есть, где эти границы? Вот с точки зрения такой атеистической, да, чисто вот с точки зрения нейробиологии, да, там может быть... Например, он приводил интересный такой факт, что исследовались суды о дословно-усрочном освобождении. И единственный параметр, который удалось установить математически, да, то есть связь какая-то, это время, которое прошло после обеденного перерыва у судьи. То есть, как только уровень проходил больше двух часов после обеда, и уровень глюкозы в крови судьи падал, количество оправдательных приговоров падало в разы. И к концу рабочего дня сходило в ноль. Это о чем говорят? Хотя, это все были, в принципе, ну, примерно одинаковые дела. Человек сытый, довольный, он отпустит тебя на свободу. Человек голодный, злой, он не отпустит тебя. Хотя, он будет обосновывать это какими-то юридическими, ему надо же обосновать логически это. И получается, даже у судьи нет свободы выбора. Его надо постоянно на глюкозе, получается, держать, чтобы он был добр. Хорошо, уберем слово «должен». Тогда вот просто... Может, не может, тоже. Как это решать? К тому, что христианин, в том числе, понятно, он занят вопросом сохранения чести и достоинства, образа и подобия Божия в себе. Но в то же время он занят решением задачи какой-то очень сильной жизненной позиции. Вот не является ли, например, моя позиция жизненная слабой, когда я бегу, вот, по слову, вот, вернее, исходя из этого примера, да, друг оказался... А кто будет оценивать? Так я сам в первую очередь хочу оценить. Вот мне бы очень важен был критерий, да, внутренний. Для кого я оцениваю? Я сейчас слабак или я сильный? Вот когда, условно говоря, я иду и слышу, что в кустах кого-то избивают. Вот. Я должен проявить силу и вмешаться, или я должен проявить, условно говоря, силу четвертого измерения, вот, благословлять врагов, благословлять проклинающих, подставлять щеки... Как я в этой ситуации критической, в каком я буду состоянии? Если уровень гормонов зашкалит... То есть, все-таки я биологическое существо, которое... Во многом я биологическое существо, во многом. Настолько во многом, что много людей только эту биологию могут заметить. То есть, будет ли у меня возможность вот этого свободного выбора? То есть, вот именно в этих словах евангельских, вот это четвертое измерение, как мы его обозначили, это как бы такое пространство, где возможен свободный выбор. То есть, получается, что можно так сказать, если мой выбор будет обусловлен животными схемами, то я как-то буду действовать. Ну, я в любом случае как-то буду действовать, да? Есть, например, в случае тревоги есть обезьяны, которые просто кричат, но начинают кричать. Они не могут победить, они не могут убежать, но они будут сигнализировать, чтобы стая среагировала. То есть, я, увидев, что в кустах кто-то дерется, я могу просто закричать. И они, например, разбегутся, или кто-то подбежит, например, да? То есть, ну, это будет просто один из животных стратегий поведения, да? То есть, если и тут нету каких-то общих, да, вот добро с кулаками, я в этой ситуации жизненной, если я осознаю себя как христианин и найду в себе эти ресурсы, вот увидеть это четвертое измерение, шагнуть в него, то что-то случится невероятное, что-то чудесное. Я считаю так, по крайней мере, для меня самого. Вот, и, соответственно, даже вот гефсиманскую ситуацию, ведь зачастую как рисуют? Да, Христос не заступался за себя лично, он проявил вот такую высоту по отношению к себе, такую самоотверженность, да? Но в кустах же кто-то, кого-то там, да, хотя и твоя жизнь будет под угрозой, но ты же за слабого вступаешься, да? А как же апостолы? Я вот недавно подумал, он же знал, что их тоже будут, ну, возможно, даже и убивать. Они сидели в страхе до пяти дней, они сидели за закрытыми, они были под угрозой уничтожения. То есть, зная, что идя на крест, они тоже будут под угрозой уничтожения. Он их тоже не защищает. Сейчас в связи с вашими предыдущими рассуждениями в духе Роберта Сопольского, я подумал, что действительно апостолы, ну, по крайней мере, некоторые явили разные животные стратегии. Кто-то убежал. Да, Петр схватил нож, начал обороняться. Марк, по преданию, побежал так, что его схватили за одежду, и одежда осталась в руках пытавшегося схватить. Он голым убегал, вот, кто-то просто разбежался, вот, может быть, кто-то и кричал, не знаю, но вряд ли. И опять, так и видеть, да. И Христос не судит их. И опять, возвращаясь вот к важному моменту, а можем ли следовать мы за Христом? То есть, в принципе, мы можем рассмотреть такую точку зрения, что Бог в Евангелии являет нам невозможно за Ним следовать. Ну, то есть, мы должны, может быть, в какой-то мере смириться с тем, что я так не могу. Я как икону, я могу любоваться этой иконой, но я понимаю, что вот все эти животные механизмы, которые внутри меня очень жестко действуют, они препятствуют того, чтобы я был этой иконой, потому что я буду действовать, независимо от того, как я хочу, а зависимо от того, как надо, чтобы я сохранился, как биологически, да. И вот опять, возвращаясь к Гефсиманию, да, если бы эта икона была возможна для апостолов, да, то мы бы увидели, как они вместе с Христом, смиренно сложив руки, идут туда, на этот суд, встают рядом с Ним и говорят, мы с Ним пойдем. Но там же только три креста, как бы предполагалось, не 12, не 15. И как бы это, да, вот именно вот это четвертое измерение, как бы оно меняло этот мир, если бы мы являли его в своей жизни, если бы мы могли следовать за Христом, если бы и Петр, и все 12 учеников, и даже Иуда потом мог бы к ним присоединиться, встали рядом с Ним и сказали, да, Он не прав по вашим законам, но мы хотим с Ним. Вот именно сесть вот в этом царстве, как они и хотели. Он говорит, ну хотите сесть, сядете, если будете мою чашу, но никто из них не пил. Фактически так же и случилось. Ну потом, да, уже, да. Единственный апостол, который по преданию умер своей смертью, это Иоанн Богослов. Да, возможно, как бы они потом к этому, да, вот поспели. Все остальные были распяты, усечены мечом, то есть они в какой-то момент руки-то все-таки сложили. Да, да. Причем с апостолом Петром мы знаем конкретную историю, что он, опять же, собирался бежать, пока Христос в видении ему не явился, идя на, собственно, на вторичное распятие. Да, то есть... Ну да, вот в принципе, да, их такую мученическую смерть можно как раз... Ну и тогда понятно, что церковь на крови мучеников, да, кто такие... Мученики являли образ вот эту икону Христа здесь в мире посредством вот такого непротивления, да, принятия, что, да, вы меня осудили, я как, там, поликарп смирнский, да, там, я молю, чтобы эти звери съели меня. Так все-таки непротивление злу? Такое пафа мученика. Буквально вот три минуты осталось. Я думаю так, что вообще мне не нравится, когда изучение Христа делают толстовство в том плане, что непротивление злу силу – это прямая цитата Евангелия из Луки. Это Христос говорит, а я вам говорю, не сопротивляйтесь злу силу. Но я понимаю, что уровни наших отношений с Богом, всех людей, ваш, мой, других наших зрителей, он разный. И мы вот на разной стадии взаимодействия нашего животного с той иконой человека, Бога-человека, который Бог явил. То есть где-то во многих пунктах для нас это недостижимый идеал, где-то мы... Но может быть, может быть, все, что мы можем – это любоваться этим, не принижать этого, то есть не пытаться это высмеять разными примерами, такими ехидами. Вот семью на твоих глазах убивают, а ты смотришь, молишься. Это попытка обесценить все-таки, мне кажется, вот этот евангельский образ непротивления злу силу. И можем другой... Знаете, это же тоже какая-то такая карикатура. На моих глазах всю мою семью насилуют, медленно пытают, а я вот такой непротивленец, смотрю, наблюдаю. Мы можем другую в чем-то карикатуру, набросок, шарш набросать, что пришли завоеватели, а мы встретили их пирогами, блинами, дали им земли, если им это надо, дали им место, где жить, работать, трудиться. И как это? И никто из нас не бросил в них камень. То есть это тоже другая крайность, но как она меняет вообще мир? Как она может изменить мир? Как изменится сознание завоевателя, который столкнется с таким приемом людей? Неужели это не коснется там, да, его сердца? Может быть, Бог хочет, чтобы мы выросли, да? Но наше вот это взросление в добре, да, взросление в любви, в понимании жизни на этой планете, что она на самом деле у нас одна общая на всех. И вот тут мы поставим многоточек. Да, вот в это взросление, в этом, может быть, это и есть цель. Вот об этом взросление я предлагаю поговорить в следующий раз. Я думаю, что в следующий раз мы в поле нашего внимания возьмем еще одну, собственно, обозначенную как главную, да, тему нашего диалога. Как все-таки, в чем христианин может быть занимать некую активную позицию, и как встать миротворцем, блаженные миротворцы, ибо таковы нарекутся сынами Божьими. В чем миротворческая миссия церкви и христиан в этом мире? Спасибо, Отец Николай. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Будет интересно. Храни Господь. О! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин